Жанат Шугаев подвел итоги прошлого года, выслушал просьбы жителей и поделился планами работы на текущий год. По его словам, в конце следующего года 90% населения Кочирского района будет обеспечено центральным водоснабжением. Переходящие проекты, такие как модернизация и реконструкция водоочистных сооружений в селе Теренколь и строительство водопровода и водопроводных сооружений в селе Федоровка будут завершены в текущем году. У нас останется только два села, и то они не совсем крупные, но одна центральная усадьба сельского округа – это Воскресенка. Мы сейчас буквально в течение недели-двух уже получим экспертизу, и село Зеленая Роща, в которой тоже жители просят центральное водоснабжение. А так, в целом, вопросы в течение ближайших два года по району этот вопрос решится. Не совсем полностью 100%, но 90% – это высокий показатель. На отчетной встрече было также отмечено, что в целом экономика района сохранила динамичные темпы своего развития. Объем бюджета составил 4 миллиарда 935 миллионов тенге. 1856 человек занимаются малым и средним предпринимательством. Приоритетным направлением экономического развития является сельское хозяйство. В растеневодстве достигнуты очень хорошие результаты. Последние три года практически спада нет. Мы идем с нарастающим, урожай получаем стабильный, благодаря погодно-климатическим условиям. Ну и есть динамика развития в плане орошения. Как отметил Жумагали Таукенов, в последние два года очень хорошо развивается животноводство. Этому способствуют государственные субсидии для приобретения техники и голов скота. Особенно хорошо развивается молочное направление. В прошлом году ТО «Агродому» было приобретено в Украине 198 голов племенного скота молочного направления, что значительно увеличит выпуск местной молочной продукции. Два года подряд мы покупали ангусов, тоже вернули нам. Получается, там, тоже 25% нам вернули с каждой головы. В общей сложности мы брали пять голов. Три брали и потом еще два в прошлом году брали. Ну вот сейчас вы видели, уже вот вырастает поколение новое от них. На просьбу жителей Жанна Шугаев пообещала отреагировать и взять на контроль. Аким района отметил, что на селе всегда стоят три проблемы – дороги, вода и жилье. На данный момент эти вопросы решаются. Готовятся дорожные проекты «Береговое Октябрьское» протяженностью 13 километров и «Песчаная Львовка», которая по поручению Акима области должна будет разгрузить основную трассу. А также при поддержке областного руководства будет заасфальтировано 3 километра в село Трофимовку и 20 километров до Калиновки. Азиза Исабай, Анатолий Класин, Ертисинформ из Кочирского района.